Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Хочу как бы предвосхитить события, которые будут происходить сегодня. Я имею в виду суд над Михаилом Ефремовым. Начну-ка я. Начну сразу с Пашаева. Должна сказать, что все у него будет прекрасно. Сегодняшнее заседание 21 августа. Очень много нам даст информации, которая окончательно расставит точки над «и». Что касается Михаила Ефремова, то здесь однозначно черная дама с косой. Мало того, что она придет и будет присутствовать на заседании, она снимет свой черный балахон и встанет на сторону Михаила Ефремова. Все, дорогие мои, в какое время мы живем? Время обнуления. Так вот, дама с косой будет теперь охотиться за господином Добровинским и еще за парочкой клиентов, которые всячески пытались или же пытаются очернить Михаила Ефремова. Я сделаю еще отдельный материал, и вы все узнаете. Хочется сразу обратиться к родственникам Михаила Ефремова. Пожалуйста, уделяйте ему внимание, особенно в выходные дни, особенно после часа ночи, например, 23 августа, потому что период сложный. И именно в ночное время, когда город спит, подсознание работает и работает, конечно же, не в лучшую сторону. Но говорю сразу, что все будет прекрасно. Черная дама с косой одела золотые одежды и встала на сторону Михаила Ефремова. А это говорит о том, что не всегда подлость остается безнаказанной. Как же проиграется 21 августа для Добровинского? Так вот, дорогие мои, это заседание для Александра Добровинского можно сравнить с котлом, в котором кипяток, в который он вскочил или же прыгнул, а выпрыгнуть, я думаю, что уже не получится. Потому что все те методы, которыми ранее он пользовался, сейчас они не работают. Не работают. Поэтому человек будет чувствовать себя очень-очень некомфортно. Это мягко сказать. Я думаю, что он уже давно себя чувствует некомфортно. Ну, где-то с числа 11 сентября. Те, кто следит за моими работами и комментарии, если кто-то читает, то я и писала, и говорила, что потечет наш господин Добровинский где-то с 11 августа. Так и происходит. Это крах для Добровинского, это минус в карму, как говорят люди, и это, конечно же, минус в карьеру. Я вам потом расскажу, почему и как работает Добровинский. У меня есть доказательства с его слов. Дорогие мои, все будет хорошо. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите ваши комментарии. А еще пишите новости, которые происходят, и что бы вы хотели, какой анализ хотели бы услышать из моих программ. На этом все.